Привет, друзья! Сегодня на канале Капитан Герман у нас будет с вами выпуск, посвященный природе Панамы. Поскольку у нас тут она кругом, и есть о чем рассказать и поделиться своими наблюдениями. Короче, сегодня будет выпуск именно об этом, а точнее о двух видах птиц и одном животном. О птицах побольше, потому что их здесь больше встречается, и маленький отрывочек про небольшого армадила, которого я встретила на своем пути. Очень прикольное, невероятное существо, вообще ни на кого не похожее. Так повезло, что я имела как раз камеру с собой, и в общем в этом выпуске мы немножко его покажем и о нем расскажем. И о птицах. Мы сейчас находимся, кстати, в месте, где вот и слышно звуки, вот эти пи-пи-пи-пи-пи. Это одна из птиц, про которых мы сегодня с вами поговорим, мы покажем. Очень интересная птица, называется Каенская пигалица. Каенская пигалица – это девушка на каене. Комары кусаются. Нет, это не девушка на каене. Это вот такой вид центральноамериканской птицы. Они очень громкие, известны тем, что они гнездятся на земле и потом очень активно и ожесточенно охраняют свое гнездо, которое вот просто находится, буквально находилось. Буквально в метрах 15 от того места, где я сейчас стою. Мы его случайно нашли, потому что прогуливались здесь с Сережей. Мы сюда иногда ходим дроном полетать, ракушки пособирать. И эти птицы начали нас атаковать со всех сторон. Ну и дальше горячо, холодно, просто где больше атакуют, там и гнездо. Мы поняли, где, собственно, гнездо находится. Этих птиц мы встретили на нашем пути. Они гнездятся совершенно неподалеку от Марины. И очень заметные птицы, потому что гнездятся они на земле. Они обороняют свои гнезда, и при малейшей опасности, будь то тузик проезжающий рядом, или люди проходящие мимо, они атакуют. Собственно, так мы и познакомились с этими птицами. Они еще называются южный чиджис, это род чиджисов. Внешний вид этих птиц тоже достаточно выдающийся. Они размеры около 38 сантиметров, серого цвета, но у них белая брюшка, черная грудка, красные глаза. И что очень необычно, у них есть такие шпоры на изгибе крыльев. Там, где цвет из серого переходит в такой бронзово-перламутровый такой металлик, там красные шпоры на двух крыльях. Короче, здесь есть такое место узкое, это переход через речку. И у них гнездо, они, конечно, дурацкая пара совершенно, они построили свое гнездо прямо на переходе, вот в двух метрах от перехода через речку. То есть ты по-любому переходишь и проходишь прямо мимо гнезда в лучшем случае. Но, и они же известны тем, что они супер агрессивно атакуют, отпугивают, очень громко себя ведут. Это не так страшно, как кажется. У них там сердечный приступ не случается, не пугайтесь. Здесь можете посмотреть, есть куча роликов и куча описаний такого их поведения. Это просто потому, что гнездо на земле. Но все в порядке. Мы никого не трогали, пальцем не тыкали, не обижали и сильно старались не травмировать. Но они, тем не менее, громкие ребята, вы это увидите в этом ролике. И, в принципе, когда ты отходишь уже подальше, они все еще тебя провожают, грозно кричат, но уже не атакуют. Эта парочка к нам уже привыкла, поскольку мы ходим сюда полетать дроном, наверное, пару раз в неделю. То есть они уже поняли, что эти двое тут постоянно околачиваются. И, что самое удивительное, они не боятся дрона. Вон, видишь, где зеленая трава? И вот там, если ты сверху камеру... Там четыре яйца, а четыре это очень редко. Гата, они уже близко. Да-да-да. Гата, она сейчас на себя нападет. Вот. Все, погнали, уносим, делая ноги. Здесь нет, да? Да. Второго, да. Второго, да. Ну, уже прошло больше месяца, и в гнезде было четыре яйца, мы вам сегодня их покажем. Из них вылупилось два птенца. Может, больше. Мы увидели два. Ну, мы увидели двух птенцов. Вот сегодня буквально мы увидели. Причем их обычно видно только издалека, совсем издалека. Ты когда подходишь ближе, ну, их не найти. Но сегодня мы увидели как раз даже и птенца. Вот он один, нашелся, сидит, затаившись. Слушай, ну, он не шевелится, он как будто не живой. Он живой вообще? Ты его не обнаружила, ты что? Еще двое. Снимай, снимай, вы близко с другой стороны подойдете. Слушай, ну, он замер и не шевелится даже. Даже не видно его. Как будто он там мертвый лежит. Это его наклюв. Блестящий глаз. И он сидит, затаившись вообще. Какой он маленький. Видишь, лапы? Какие коленки солгнуты. Ну все, Гата, пошли. Два второго искать не будем, потому что он решал. Очень интересно, родители их воспитывают еще где-то около месяца. Птенцы с самого начала питаются самостоятельно, достают из земли, учатся доставать личинок, насекомых, червей земляных. И, собственно, родители их оберегают, чуть что нападают. Но птенцы достаточно любознательные, поскольку они под таким конкретным занавесом их родителей находятся. Они тоже не боялись дрона. И в итоге у нас получилось их поснимать. Мы видели двух взрослых птенцов. И, как выяснилось, еще, скорее всего, двух маленьких птенцов. То есть, есть вероятность, что вылупились все четыре яйца, но они были снесены с большим интервалом. То есть, мы вам сегодня покажем, Сережа налетал, наснимал птенцов, которые уже жувениль. То есть, это подростки. И птенцы, которые совсем маленькие. Вот те, которые совсем маленькие, их почти не различить на траве. У них такой маскировочный окрас. А те, что подростки, они уже похожи на своих родителей, но уменьшенная копия. В общем, эта прекрасная семейка живет, питается, прогуливается и совершенно не боится нашего дрона. Посмотрите, как они с ним взаимодействуют. Из-за того, что эти птички гнездятся на земле, у них есть очень много разных стратегий взаимодействия с человеком, или с другим животным, или с другой птицей. То есть, если они находятся вдалеке от гнезда, они притворяются, что они как бы ранены, или что они пасутся, но при этом они предупреждают своим транзительным криком об опасности другого родителя, который тем временем, скорее всего, находится поближе к гнезду или к малышне. А другая их стратегия – это, собственно, атаковать, что и произошло с нами несколько раз. Но это не страшно, это нормально. То есть, птицы на самом деле находятся не в панике, для них это обычное дело. Зачастую они гнездятся прямо на лужайках в деревнях или в небольших городах, и на сельскохозяйственных землях тоже. Поэтому их много где используют, как вот собак. То есть, когда кто-то приближается на территорию, начинают пронзительно кричать. То есть, это время выглянуть и посмотреть, всё ли там в порядке. Ну, вот так они сосуществуют с людьми. Ещё у них есть третья стратегия. То есть, они убегают, 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 отводят человека или кого-то ещё в безопасное расстояние. И потом уже начинают активно атаковать. В общем, их задача, конечно же, оберегать гнездо, которое прямо на земле. То есть, до него легко добраться. Поэтому у них так зашкаливают страсти. Второй вид птиц – это гракул обыкновенный. Их здесь очень много. Их просто тысячи летают каждый день с утра в одну сторону, а вечером... Нет, наоборот, с утра в одну сторону, а вечером в другую сторону. И летают, пасутся где-то, ловят червячков, птичек, насекомых и так далее. А потом возвращаются на ночёвку. Очень интересные птицы. На самом деле, если узнать, у них огромные стаи мальчики, девочки, дети, коммуны, коммуны холостяков отдельно от женатиков. Женатики изменяют в случае чего, когда яйца уже высяжены. И у них такие сумасшедшие птичьи базары происходят. Они на обратном пути останавливаются в нескольких местах на попить и на пожрать. И здесь вот как раз на этой же территории есть кроме одного вот этого ручья, есть ещё один там в 100 метрах. И мы вам покажем их вот эти вот весельные, вечерние утихи, как они моются, купаются, дерутся, общаются. Дети клянчат еду взрослых, мальчики отдельно, девочки отдельно, потом вместе. В общем, за ними на самом деле очень интересно наблюдать. Они очень социальные птицы. У них много видов взаимодействия. Они очень распространены в Северной и Центральной Америке. Их прямо много. То есть вокруг нас живёт колония, наверное, несколько тысяч. И вот они все такими кучками по 20, наверное, 30 штук пролетают. Самцы чёрные, иногда очень такие металлизированные, прям с перламутровым синим блеском на крыльях. У них длинный клиневидный хвост. Иногда это видно, когда они летят. Они им так начинают расправлять, но наоборот складывать. Очень забавно. Они его поворачивают. То есть он может быть как вертикально, как хвост у самолёта, или горизонтально, как хвост у птицы. У самок хвост короче, и оперение коричневое. И также коричневое оперение у птенцов. Они всё своё детство похожи на самку, и только уже когда созревают, у них потихоньку начинают проявляться наряду с коричневыми перьями чёрные. Цвет глаз при этом отличается. То есть у взрослых особей цвет глаз жёлтенький, а у малышей коричневый. Вот цвет оперения. Очень интересные птицы. Они тем, что они невероятно социальные. Они живут огромными группами. Холостяки прямо сотнями ночуют на деревьях вместе. А когда птицы достигают возраста полового созревания, обычно это в 2-3 года, они начинают, самцы ухаживают за самками, поют им песни. И самка выбирает в конечном итоге самца, и они уже вьют гнездо, обычно высоко в кронах деревьев. И есть такой факт, что в этих гнездах часто водятся какой-то плесень и грибок, который очень опасен для человека. То есть на самом деле лезть в их гнезда, трогать их руками ни в коем случае нельзя. Ну и в принципе они находятся достаточно высоко. Интересно, что целый день они собираются во всяких личинок, насекомых, амфибий, крабиков маленьких, в полях, в лугах, в таких околоводных местах. А вечером они плавненько перелетают ближе к месту ночевки и все еще останавливаются у водоемов попить воды, попеть песни друг друга. Собственно, это мы и засняли. Тут видно, как они ухаживают друг за другом, какие у них ритуалы. Интересно, что самец очень активно следует за самкой, которая его выбрала, и прямо не дает ей проходу вообще никак ровно до того момента, когда свито гнездо и отложены яйца. А после этого он зачастую может даже потерять интерес к своей самке и переметнуться на других. При этом он будет помогать с кормлением уже птенцов, но верность уже не факт, не залог семейного счастья в их случае. Обитают прямо в визе человеческих селений, то есть они не боятся людей, но они соблюдают дистанцию. На самом деле этих птиц можно приручить, и я иногда такое встречаю, когда где-то в деревне прогуливаюсь, есть птички, которые прямо сидят у одного дома, их там подкармливают. Но интересно, что они очень хороши в пародировании также звуков разных. Конечно, они как пересмешники, но тоже достойно отображают разные звуки. Гнездятся они колониями на высоких деревьях. Обычно откладывают 5-7 яиц, и 2 недели у них инкубационный период. Потом 15 дней где-то еще птенец, за ним ухаживают оба родителя, но он учится уже сам добывать себе пропитание. Самцы поют чаще самок, и в том числе, когда вот они летят, они все время кричат. Для нас это очень смешно, как бы это значит такое время где-то около 5 часов вечера, когда они начинают возвращаться плавненько, и это всегда очень громко. Время пить пиво! Ну и как обещали, небольшой кусочек про армадила. Армадила это тоже такое центральноамериканское животное, очень интересное, необыкновенной формы, и абсолютно не боится он людей. То есть я встретила его на дороге, он бегал по своим делам, шебуршил своим носом вдоль забора, и искал, он червяков роет, короче, он носиком там ковыряется, ковыряется, и чувствует, что там где-то есть червяк, и роет там на глубину до 30 сантиметров. В общем, я нашла, где его домик, он там возле этого домика и околачивается. Теперь мы с Сережей каждый раз ходим мимо и смотрим, есть ли он на месте. Но пока только один раз я его видела. Тело броненосца выглядит очень специфически. Оно обычно около полуметра в длину, и еще хвост где-то около 40 сантиметров. Это вот как раз такого я и повстречала. Это взрослая особь, непонятно мальчик или девочка, потому что собцы обычно крупнее, чем самки, но мне тут не с чем сравнивать. В общем, у него 9 колец посередине, оттуда и такое название. И так можно узнать, что это самый распространенный вид броненосцев. Есть еще 8-полосные и 10-полосные, а 9-полосные с самым широким распространением. Он обитает много где в Америке, даже в Канаде, и в северной части Южной Америки. Они селятся недалеко от людей тоже зачастую и питаются в основном насекомыми, очень часто муравьями и термитами, ну и мелкими разными личинками и так далее. У них интересно, что на передних лапах 4 ногтя, 4 пальца, а на задних 5. И передними лапами они роют, собственно, норки. Норы броненосцев обычно в длину до 6 метров и в глубину до 5 метров. Часто они селятся рядом с какими-то водоемами. Интересно, что они могут задерживать дыхание до 8 минут. И если какой-нибудь ручей, например, после дождя вышел из устья своего, они могут спокойно его переходить в плавь, буквально прямо по дну. То есть такая у них интересная особенность. Еще у них вот эти короткие лапки, которыми они роют, а нос супер подвижный и очень-очень чувствительный. Интересно, что беременность после спаривания у этих животных начинается не сразу, а где-то через 4 месяца. Может, через 2 или 3. После которого самка вынашивает обычно 4 детенышей. И они остаются в норе и живут с матерью еще несколько месяцев. Они питаются ее молоком. И после года, когда они достигают уже зрелости, живут уже самостоятельной жизнью. Детеныши обычно у этих животных это 4 однояйцевых близнеца. И из-за полной идентичности группа из 4 броненосцев предоставляет собой отличный объект для медицинских, генетических, психологических и иных исследований, которые требуют однородного состава тестируемых. Кроме этого, броненосцев часто используют при изучении проказы, поскольку наряду с мышами это единственное животное, млекопитающее, которое подвержено этой болезни, кроме человека. Возможно, это из-за того, что у них достаточно низкая температура тела. Обычно она колеблется от 30 до 36 градусов. Это достаточно большая вариабельность. Ну что, ребята, наш выпуск зарисовки о панамской природе подходит к концу. Если вам понравилось, то мы снимем наверняка еще несколько таких выпусков, потому что это только маленькая часть животных. Тут много разных, и за ними очень интересно наблюдать. И мы, конечно же, это делаем. И будем снимать, если вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а следующий выпуск, конечно же, уже будет с Сережей на серьезную тему, какую-нибудь около яхтеную, вероятнее всего. Кашки! О, come on! Bullshit, bullshit! Короче, до новых встреч на нашем канале! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok